Приветствую, друзья! Я жду Романа Газенко, своего друга любимого. Хочу всё-таки этот вопрос понять до конца. Я всё-таки не так понял, может быть, там пишут вообще-то часто, когда вместо «спасибо» говорят «благодарю». Ну, я так понял, так поверхностно понял, что «спасибо» не говорят, потому что это как бы звучит «спаси Бог». Это от тебя «спаси Бог» или от тебя «спаси Бог», тогда это «благодарность». Ну, вот вы как думаете, друзья? Вот мы бы так встретились с Романом Газенко и на этот вопрос обсудили. Обсудили бы этот вопрос всё-таки, ну, часто сейчас говорят «благодарю». Такое длинное слово, а «спасибо» – короткое слово. Может, поэтому всё-таки говорят «спасибо», а с другой стороны говорят, типа «упаси Божие», ну, типа «спаси Бог», ну, типа, ну, типа, как бы это неправильно, но я думаю, может быть, тебя «спаси Бог», тогда в таком смысле, типа, как «береги тебя Бог», это «благодарность» за что-то. Ну, вот видите, как всё сложно, но Роман объяснит. Да, он разбирается, он психолингвист, он журналист, многоопытный человек, мы с ним поговорим, наверное, и выясним всё-таки. И там часто пишут сейчас мне и в личке так благодарны за прошлый наш с Романом вебинар, где и Алин участвовал, а Роман раскрывал корни слов. И там мне такие слова прекрасные пишут, что мне прямо думается сделать, может быть, ещё один вебинар и попросить Романа, если у него есть время и возможности. Ну, давайте, напишите, как вы хотите, мы сделаем. Я думаю, он не откажет, потому что аудитория наша ему понравилась, я это заметил. До встречи, друзья. Пишите, пишите, потому что надо определиться. Да. Спасибо. То есть благодарю, да? Или как? Ну, до встречи. Спасибо.